В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте в студии Оксана Ветрова. Сегодня в школах Большого Харциска для 7474 учеников начался новый учебный год. Утром во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линейки, после которых ребята отправились в классы на первый урок. Несколько школ Большого Харциска сегодня начали очередной учебный год в новом статусе. Подробности далее в сюжете. Восемь часов утра. Немного сонные, но в предвкушении чего-то особенного. Нарядные с букетами цветов, иногда такими большими, что и не видно того, кто их несет. В первоклассники спешат на свою первую в жизни школьную линейку. До сегодняшнего дня об этой самой школе им только рассказывали. И вот они уже ученики. В первый класс в первый раз в Большом Харциске сегодня пошли 780 мальчишек и девчонок. Сначала нового учебного года 25-я школа вернулась к своему прежнему статусу. Статус у лицея номер 25 «Интеллект». Плюс ко всему в этом году учебное заведение отмечает 45 лет с того момента, когда только что построенная на черемушках школа впервые распахнула свои двери для местной детворы. Сегодня, в 45-й юбилейный раз, наше учреждение открывает двери для самых юных учеников, первоклассников, которые впервые ступают на порог нашего лицея. Пусть он станет для них вторым домом, а класс – сплоченной семьей. Особое внимание на торжественной линейке уделили, конечно, и 11-ти классникам. Начало последнего года учебы в школе для учеников выпускных классов – весьма волнительное событие. Впереди сложный год. Год основательной подготовки к экзаменам, раздумий о продолжении учебы. В общем, ребят ожидают серьезные перемены в их жизни. В школе они уже вышли на финишную прямую, которая для первоклассников стала линией старта. Такая вот связь поколений, о которой взрослые говорили сегодня на торжественной линейке. После таких продолжительных каникул пожелать с новыми силами добиваться новых успехов. Первоклассникам носить много пятерок домой, радовать родителей. Родителям и преподавательскому составу крепких нервов, энергии, воодушевления, чтобы наши дети всегда были самые лучшие, самые любимые, у них все получалось. Без ложной скромности можно сказать, что 1 сентября – это праздник, который теплом ложится на сердце каждого гражданина нашей республики, каждого жителя нашего Харцизка. Потому что когда-то, придя в школу просто первоклассниками, мальчишками и девчонками, получив в школе багаж знаний, получив в школе жизненный опыт, эти же мальчишки и девчонки возвращаются в школу родителями. И для них опять и снова звучит первый звонок. В этом году коллектив учебного учреждения готовится провести серьезную работу. Лицею «Интеллект» предстоит аккредитация в Российской Федерации. Директор Департамента просвещения Министерства образования и науки ДНР Виталий Пестрецов отметил, что все учреждения образования республики уже перешли на российские стандарты обучения. В этом году в плане на государственную аккредитацию в Российской Федерации у нас 9 общеобразовательных организаций. Но и безусловно важно отметить, находясь в городе Харцизке, что лицей номер 25 города Харцизка среди этих 9 общеобразовательных организаций, которые планируют пройти и готовят всю необходимую документацию, проводят необходимую, большую, серьезную, но такую важную работу по прохождению аккредитации образовательной деятельности в Российской Федерации. А это уже торжественная линейка в 9-й Зугрейской школе. Для стороннего наблюдателя все школьные линейки немного похожи друг на друга. Нарядные ученики, педагоги, волнующиеся родители, номера детской самодеятельности. Но для каждого участника этого действа праздник первого звонка в родной школе – это важное и ни с чем не сравнимое событие. В новый учебный год Зугрейская 9-я школа также вступает в новом статусе – лицея под названием «Олимп». Так что сегодняшний праздник и для педколлектива, и для новоиспеченных лицеистов можно назвать двойным. Первое сентября – особенный день в каждой семье. А для нас сегодня он необычен вдвойне. Профессиональные достижения наших педагогов, успехи учащихся в разных сферах жизнедеятельности привели наше учреждение на новый уровень образования. И сегодня в присутствии почетных гостей мы отмечаем еще и день рождения лицея. Я поздравляю вас с этим важным событием в истории нашего учреждения. Дорогие ребята, теперь вас лицеистами зовут, а это старт в борьбе за новые успехи, новые достижения, отличные оценки. Выслушав напутствие взрослых, ребята отправились в классы на первый в новом учебном году урок. Летние каникулы остались позади. Впереди очередной поход за знаниями, процесс получения которых многие считают занятием весьма увлекательным и крайне полезным. И в продолжение темы начала учебного года. Чтобы образовательный процесс проходил без оглядки на коммунальные проблемы, в период летних каникул во всех учебных учреждениях проводились текущие, а в некоторых и капитальные ремонты. Как обычно, в середине августа специальная комиссия проверила готовность всех 20 школ Большого Харциска к новому учебному году. Итог таков. Все проверенные школы и лицеи готовы к работе. Городской комиссией осмотрены классы, мастерские, спортивные залы. Хотелось бы отметить, что за этот летний период закончены работы по ремонту шиферной кровли в школах 24, 25, 26, а также выполнены текущие ремонты во второй, в пятой, в шестнадцатой, ой, извините, в шестой, девятнадцатой школе. Это ремонты санузлов. Также идет к завершению ремонт мягкой кровли в школе 5, 22, 25. В ЦДЮ чиферная кровля заменяется. И к первому сентября классы, школы, сады, ну сады у нас не закрывались, школы ждут наших учеников. Пожарно-спасательные подразделения Харциска, Шахтерска, Амвросиевки, Снежное, Тореза и Макеевки 30 августа были переброшены в республиканский ландшафтный парк «Донецкий кряж». Возле села Сауровка Шахтерского района в урочище Севастьянка произошел крупный лесной пожар. В этот день порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду, что осложняло работу огнеборцев. В ликвидации возгорания участвовали и работники Госкомитета лесного и охотничьего хозяйства. Совместными усилиями укротить огонь удалось в тот же день. В результате пожара было уничтожено 90 гектаров лиственного леса и 4 гектара сухой травы на степном участке ландшафтного парка. В Харциске распоряжением главы городминистрации особый противопожарный режим был введен 19 июля. И отменять ограничения еще рано, настаивают сотрудники МЧС. С начала года на территории Большого Харциска было зафиксировано 144 пожара. 56 из них – возгорания на открытых площадях. В течение августа роста допущено не было, благодаря комплексным мероприятиям, которые прописали в плане предупреждения пожара в период особого противопожарного режима. Нарушителей особого противопожарного режима сотрудники МЧС выявляют в ходе регулярных рейдов. Один из таких был проведен в минувшие выходные. В зонах отдыха речная и водослив в поселке Зуевка совместно с лесхозом и администрацией ЛРП Зуевский выявлен факт категорического несоблюдения плана мероприятий. Было составлено два административных протокола на граждан по факту допущения разведения костров в лесу. О том, как выполняется комплексный план мероприятий по предупреждению пожаров в Харциске, на последнем аппаратном совещании сообщил специалист сектора по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городадминистрации. Главный государственный инспектор пожарно-спасательного отряда Харциска попросила местные власти обратить внимание на заброшенные сооружения, особенно на здание бывшего вычислительного центра, что на улице Адамца, и детского сада «Катюша» в микрорайоне Юбилейном. Там регулярно возникают пожары. Анастасия Яковлева отметила недоработки и Макеевского лесхоза. На сегодняшний день у нас минерализованных полос создано ноль. По отчетным данным, которые предоставляются лесхозам, планируют почему-то в октябре по непонятным причинам. И дабы не допустить подобной ситуации, да, конечно, ожидается прогнозируемое немножко понижение температуры и небольшие дожди, но тем не менее еще сентябрь впереди. Как показывает практика, это достаточно сухой пожароопасный период и плюс ветреная погода могут сыграть злой шутки. Чтобы на территории Большого Харциска не повторилась история с крупным лесным пожаром, который случился 30 августа в Сауровке, МЧС призывает граждан относиться к правилам противопожарной безопасности не как к формальным рекомендациям. Эти правила проверены многолетней практикой и направлены на реальную защиту людей и окружающей среды от огня. Харциская команда знатоков, возглавляемая учителем информатики первой школы Станиславом Дятловым, стала победителем летней серии игр «Что, где, когда» Республиканского чемпионата Лига Ворошилов и таким образом завоевала путевку в финал года. В летней серии «Что, где, когда» Республиканского чемпионата знатоки Дятлова выиграли у клуба со счетом 6-4. Соперники «Харцезян» – три донецкие команды показали более скромный результат. Постоянные телезрители наверняка заметили, что игра сменила прописку. Пять лет подряд Республиканский чемпионат проходил в Харциске на базе Городского дворца культуры, но в этом году турнир перебрался в столицу ДНР. В воскресенье здесь вне конкурса играла команда первого республиканского телеканала. Здесь же честовали победителей летней серии игр. Победители нынешней летней серии игр – это команда Станислава Дятлова. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Это выражение можно интерпретировать так – знание – это единственная подлинная сила, так как буквально все в мире достигается с его помощью. Так что будьте сильными, не упускайте возможности приумножить свои знания о Вселенной. И до встречи на канале ТВ-Сфера. 2 сентября 1906 года родился Александр Петрович Казанцев. После окончания Томского технологического института он сразу стал главным механиком металлургического комбината, где уже и прошел настоящую школу инженера практика. Позже, когда Казанцев стал писать фантастику, он придерживался строгой научности в своих описаниях светлого будущего. Правда, это не помешало Александру Петровичу живо интересоваться неопознанными летающими объектами, как посланниками инопланетных цивилизаций. Считается, что термин «инопланетянин» ввел в русский язык как раз казанцев. Правда, в произведениях известного фантаста покорение природы ложится не на хрупкие плечи зеленых человечков, а на несгибаемых советских людей, руководимых мудрой компартией. Им все по плечу, даже постройка грандиозной плотины в Арктике, позволяющей очистить океан от льда. Но, как показала реальная жизнь, Северный Ледовитый океан, даже с уменьшенным количеством льда, остается кухней погоды, дыхание которой в нашем регионе мы почувствуем уже 2 сентября. Днем переменная облачность, временами осадки, температура воздуха около 23 градусов, юго-западный ветер 5-8 метров в секунду, ночью облачно, временами дождь, температура воздуха 10 градусов, умеренный северо-западный ветер.